Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Здравствуйте! В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались, пошли до конца и во многих случаях победили. В подобной ситуации может оказаться любой казахстанец, и мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе Обман и угрозы или стечение тяжелых обстоятельств? Можно ли вернуть подаренное имущество? Конфликт поколений в сухих судебных документах. Как отец и дочь сражались за половину столичной квартиры? Завещание длиною в пять дней. Почему наследодатель так быстро передумал оставлять недвижимость дочери? Сам себе режиссер. Как сделанная на видеокамеру телефона запись помогла суду разобраться в семейном конфликте? Эта история произошла в столице Казахстана. 80-летний житель Нурсултана Александр имел в собственности квартиру. После смерти жены в 2019-м мужчина стал единственным владельцем своего жилья. Сын Александра проживал в России. Поэтому основную поддержку пожилой человек рассчитывал получить от дочери Натальи, которая, как и отец, жила в Нурсултане. В благодарность за заботу пенсионер решил завещать наследнице квартиру. В своем исковом заявлении истец указывал, что Аспаремина квартира в 1992 году была выделена государством по категории как «Дети войны». В этой квартире он проживал со своей семьей всю свою супружескую жизнь. У них имеется двое детей. Старший сын живет в России, в городе Воронеж, а дочь проживает в городе Нурсултан. После смерти супруги в июле 2019 года он надеялся на свою дочь, что она будет заботиться и ухаживать за ним. Дочь была согласна ухаживать за отцом, но с условием, что квартира будет оформлена на ее имя. 2 октября 2019 года Александр оформил у нотариуса сразу два документа. О дарении половины квартиры Натальи и о том, что завещает ей принадлежащую ему вторую половину. Исходя из требований гражданского законодательства, вторая сторона правит, к примеру, распоряжаться этой квартирой либо владеть и пользоваться только при наличии согласия второй стороны, второго собственника. В данном случае, конечно, можно говорить, что с использованием правовой конструкции общей собственности гражданин обезопасил свои права и законные интересы. Однако спустя всего несколько дней отношения между отцом и дочерью резко ухудшились. Уже 8 октября Александр отменил свое завещание и обратился в суд с требованием о признании недействительным договора дарения. Все люди, в принципе, принимают решения на основе эмоций и чувств в данной ситуации и могут потом жалеть о том, что сделали. Более взрослые, более старшие люди еще более эмоционально могут принимать решения. И действительно, сегодня он любит дочь и хочет ей помочь оставить наследство, а потом он что-то узнает или как-то по-другому они разговаривать начинают. И он уже этого не хочет делать. Если учесть в требовании кодекса о браке и семье, о том, что трудоспособность совершить детей, обязан содержать своих нетрудоспособных нуждающихся помощи родителей и заботиться о них, то отечество в данном случае должно было без каких-либо условий содержать и заботиться о своем отце. В исковом заявлении Александр утверждал, что подписал дарственную вследствие заблуждения истечение тяжелых жизненных обстоятельств. А главное, сразу после оформления договора дарения, дочь прекратила за ним ухаживать и даже пыталась признать его недееспособным. Более того, по словам Александра, Наталья забрала все документы на квартиру и планировала вселить туда других людей. Так как в данной ситуации 50% имущества принадлежит ИСЦУ, 50% принадлежит ответчику, соответственно, они обязаны соблюдать требования законодательства об общей собственности. Соответственно, передача своего имущества в пользование одним из собственников осуществляется только при наличии согласия другого со-собственника. Наталья категорически отрицала утверждение ИСЦА, считая, что договор дарения был заключен по инициативе самого отца в полном соответствии с законом. Родителям она всегда старалась помогать, никаких дополнительных договоренностей между сторонами не было. А документы на квартиру Александр передал ей добровольно. Да, инициатива может исходить от одной из сторон, в том числе и от ИСЦА, но для суда важное значение имеет, какие обстоятельства руководили ИСЦОМ при заключении того или иного договора. В процессе исполнения договора оказывается, что, скажем, противоположная сторона имела иные мотивы, не желала исполнять, скажем, намерения другой стороны, связанные с заключением сделки. Всю совокупность этих доказательств суд оценивает. Для того, чтобы примирить отца с Натальей, из России приехал сын Александра, но его попытки не увенчались успехом. В итоге дело все-таки дошло до судебных разбирательств. Сын тоже вовлечен в ситуацию. Это его родные люди. Это отец, это сестра. Он не может быть тут как медиатором или как психологом, который может их примирить. Он потому что субъективен, очень субъективен в этой ситуации. Он помнит его маленьким, он для него, можно сказать, не авторитет, скажем так. Он эмоционально они связан. Также эмоционально связан они из всего себя строй, из его дочери, того, кто подарил. Поэтому здесь ему очень сложно это сделать. Без участия суда они могли бы решить между собой, с участием посредника, медиатора, и при котором она, процедура проходит полностью кондинициально. И все вот эти моменты, которые они доказаются, другие моменты, то есть друг к другу свое видение, свои варианты выхода, они могли между собой все это порешать, определить и договориться, чтобы не ходить по судам, не тратить время, энергию. В то же время и моральные части здесь есть, когда в суде. А суд это по большому, это битва юристов. В апреле 2020 года дело рассматривал Байконырский районный суд Нурсултана. Истец смог предоставить доказательства, которые стали ключевыми в данном деле. Истец привел следующие доказательства, это православные документы на квартиру, министерские документы о состоянии своего здоровья, также аудио-видеозапись, где ответчик оскорблял его, а также документы по отмене завещания. И в своем заявлении истец указывал соседей, как свидетелей, поддерживающие его доводы. И представителя КСК, обслуживающего данного жилого дома, также подтвердила доводы из СССР. Разбираясь в семейных отношениях сторон, суд придал особое значение, сделанное на телефон видеозаписи. На ней было видно, как истец просит дочь вернуть ему документы на квартиру, а та в ответ называет отца невменяемым. Далее суд констатировал, что ответчик не несла бремя содержания квартиры и не проживала в ней, а также не принимала участия в уходе за пожилым отцом. Исходя из этого, суд согласился с доводами истца, что сделка была совершена под влиянием обмана, угроз, а также вследствие истечения тяжелых обстоятельств и престарелого возраста на крайне невыгодных для него условиях. Поэтому договор дарения половины квартиры был признан судом недействительным. Из Гражданского кодекса Республики Казахстан статья 159 Основание недействительности сделок Пункт 9 Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие истечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась, кабальная сделка может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. В суде ответчик не участвовала, и ее интересы представлял ее представитель. Суд вызывал ответчика в судебное свидание для того, чтобы примириться с отцом. Но ответчик каждый раз отказывался от участия по разным причинам. Наталья не согласилась с решением суда первой инстанции и обратилась в вышестоящий суд с апелляционной жалобой. В ней женщина указала, что дееспособность и правоспособность истца проверялись нотариусом, а между сторонами какой-либо предварительной договоренности не было, а спариваемый договор заключен по инициативе Александра. Документы на квартиру истец передал ответчику добровольно. Наталья и ранее помогала родителям, заботилась о их здоровье. Потом вынуждена выехала со своей дочерью в Россию. На время отъезда Наталья просила ухаживать за отцом, друзей и соседей. Естественно, у проигравшего будет чувство несправедливости, желание отомстить, желание доказать свою правоту. Еще больше будет конфликт, еще больше будет обида на другую сторону. Так что здесь почти невозможно, чтобы в суд после решения суда люди могли примириться. Тем более, если решение суда в пользу одного человека и, соответственно, в пользу другого. Несмотря на все доводы Натальи, коллегия по гражданским делам городского суда Нурсултана согласилась с выводами суда первой инстанции. Помощь со стороны дочери была важным условием для заключения истцом договора дарения части квартиры. Сам факт того, что замещание было отменено Александром спустя всего лишь пять дней после его составления, говорит о том, что отношения между отцом и дочерью испортились. О том, что Наталья фактически не появлялась у отца, говорили и допрошенные в суде свидетели. Матеровка, которая указана в постановлении суда операционной инстанции, во многом совпадает с решением суда первой инстанции. То есть суд операционной инстанции счел, что была дана правильная оценка представленными сторонами дела доказательств, и что суд первой инстанции пришел к верным выводам. Наконец, коллегия напомнила, что в соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Республики Казахстан, граждане и юридические лица должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, соблюдая содержащиеся в законодательстве требования нравственные принципы общества, а предприниматели также правила деловой этики. Стоит заметить, что судебных тяжб можно было избежать, если бы стороны изначально составили договор пожизненного содержания с иждивением. Действительно имеет такой вид правовой конструкции, такой договор, как договор пожизненного содержания с иждивением. В данной ситуации получатель ренты передает право собственности на принадлежащее ему имущество, плательщику ренты. И в данном случае плательщик ренты обязан предоставлять пожизненное содержание получателям ренты. Причем содержание может заключаться в предоставлении жилища, жилища в предоставлении питания, предоставлении одежды, ну и иных условий содержания. Это является достаточно развитой цивилизованной конструкцией, которую нынешних в рыночных отношениях стороны вправе применить и защитить свои права и законные интересы. Решение суда вступило в законную силу, оно уже исполнено. По делу ответчикам государственной жалобы не было подано. Квартира осталась в собственности Александра. Какие уроки можно извлечь из этой истории? К сожалению, судебные тяжбы между самыми близкими людьми не такая уж большая редкость, в том числе и связанные с договорами дарения. Проблема в том, что за ними часто фактически скрывается возмездная сделка, когда даритель ожидает каких-то ответных действий от одаряемого, но не получив желаемого, считает себя обманутым. В этой связи можно напомнить всем казахстанцам, что наш закон предусматривает и другой вид сделок – пожизненное содержание с издевением. По сути, это и есть передача недвижимости в обмен на уход и заботу. И, возможно, такая сделка больше подошла бы к данной ситуации и предотвратила большой семейный конфликт. Ну и самое главное – не нужно мириться с несправедливостью. Шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дела особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Субтитры создавал DimaTorzok